Зубы в верхней и нижней челюсти могут быть в правильном взаимном положении друг с другом, но слишком выдвинуты вперед. Это называется класс 1 бипротрузия, гнотическая форма. Обратите внимание, что зубы могут переместиться в идеальное положение, но им понадобится движение зуба и челюсти. Зубы также могут быть слишком сильно задвинуты назад в ротовой полости, что соответствует классу 1 ритрузия, гнотическая форма, поскольку все же для возвращения зубов в идеальное положение является зубной и костной проблемой, пациенту может понадобиться хирургическая операция челюсти наряду с ортодонтической терапией. Когда верхние зубы выдвинуты вперед, то данное явление относится к классу 2 – дистальный прикус. Поскольку проблема носит зубообвиолярный характер, то аномалия прикуса может быть исправлена при помощи перемещения верхних зубов назад, прибегая к ортодонтической терапии. Также в классе 2 есть другой случай, когда нижние зубы слишком сильно наклонены назад. И снова, поскольку данная проблема носит зубообвиолярный характер, то аномалия прикуса может быть исправлена, передвигая нижние зубы вперед при помощи ортодонтической терапии. Когда нижние зубы выдвинуты вперед, то данное явление относится к классу 3 – мезиальный прикус. Прикус Поскольку проблема носит зубообвиолярный характер, то аномалия прикуса может быть исправлена при помощи перемещения нижних зубов назад, прибегая к лечению на брекетах. Также в классе 3 есть другой случай, когда верхние зубы слишком сильно наклонены назад. И снова, поскольку данная проблема является зубообвиолярной, то аномалия прикуса может быть исправленная, передвигая верхние зубы вперед при помощи брекетов. Прикус Если слишком высоко формируется открытый прикус На данном видео представлено 6 видов аномалий прикуса. Первый вид – это третий класс, когда нижние зубы и нижняя челюсть выдвинуты вперед. Далее следует второй класс, в котором верхние зубы и верхняя челюсть выдвинуты вперед. Класс 2 – подкласс 2. Передние зубы также сдвинуты назад, как и нижняя челюсть. Класс 1. Первые маляры и передние зубы находятся в правильном положении. Если верхние зубы находятся слишком низко, формируется глубокий прикус. Если слишком высоко, формируется открытый прикус. На данном видео представлено 6 видов аномалий прикуса. Первый вид – это третий класс, когда нижние зубы и нижняя челюсть выдвинуты вперед. Далее следует второй класс, в котором верхние зубы и верхняя челюсть выдвинуты вперед. Класс 2 – подкласс 2. Передние зубы также сдвинуты назад, как и нижняя челюсть. Класс 1. Первые маляры и передние зубы находятся в правильном положении. Если верхние зубы находятся слишком низко, формируется глубокий прикус. Если слишком высоко, формируется открытый прикус.